Всем привет, друзья! С вами Xenazos, и сегодня я затрону очень серьезную тему, которая касается перехода с доты 1 в доту 2. Разберем самые серьезные проблемы первой доты и постараемся поразмышлять, что же лучше, первая или вторая дота. Надеюсь, данное видео будет полезно для тех, кто уже давно играет первую доту и знает, как было раньше и какая ситуация складывается по сей день. Пожелаю приятного просмотра, досмотрите до конца и поехали! Первая и самая серьезная проблема первой доты на сегодняшний день это мап-хакеры. К сожалению, данная проблема очень сильно заставляет задуматься о переходе в доту 2. Каждую игру вы играете стабильно с тремя-четырьмя софтерами, которые знают наперед, куда вы пойдете и что вы купили. Тем самым, делая игровой процесс максимально неприятным. Но лично я частично обхожу тему с МХ, играя приватные игры с подписчиками каждый вечер на стримах. И в случае подозрения какого-либо игрока в использовании сторонних программ, я его проверяю и в случае выявления даю бан на хосте. Больше данный игрок ко мне не зайдет. Но! Есть огромное но! Мои приватные игры, к сожалению, не влияют на общее положение паба на всей игровой платформе. А это значит, что те, кто юзали софт вне моих приватных игр, так и будут дальше его юзать, что ставит крест на соло-играх в пабе. К сожалению, античит не всегда работает на автобан людей с читами, а репорты не могут так быстро искоренить софт на все 100%. Так что такая беда. Вторая проблема менее серьезная, но я даже считаю, что это не проблема, а изюминка. Это игровая механика и развитие новых карт. Да, правильно. Все вы знаете, что первая дота с появлением второй была заброшена. И новые карты не выходят уже очень давно. Это касается платформы Айкап, где новая карта от Драголич, это парень, который у нас делает карты, не используется по непонятным причинам. В течение 7 лет мы играем 83 и 85 патч на Айкапе. Лично мне 85 патч очень даже нравится. Но его развитие крайне медленное и есть ряд багов, которые были 2 года назад и которые есть по сей день. Мне нравится эта стабильность, которая не меняется. Ничего не надо заучивать, вычитывать. Просто заходишь и наслаждаешься игровым процессом старого доброго Варкрафта. Но все же, иногда хочется чего-то нового, а нового, к сожалению, нет. Касаемо же игровой механики, первая дота, как те самые улицы, на которых мы в детстве проводили уйму времени. И будучи повзрослев, придя на те же самые места, мы видим, что почти ничего не поменялось. И это заставляет максимально погрузиться в ту ностальгию беззаботного детства. Именно поэтому я и играю первую доту с ее механикой и с тем самым духом прошлого. Во второй же доте механика намного плавнее и есть огромное количество фишек для приятного проведения времени. Если механику доты 2 и минимальное присутствие багов можно посчитать за большой плюс игры, то лично для меня постоянные обновления раз в месяц являются большим минусом, которые отталкивают. Не считая глобальных патчей раз в год или полгода с выходом новых героев и прочими переработками героев. Но в принципе это даже возможный плюс, но я ленивый и мне, если честно, лень все это учить. А в целом механика и динамика процесса игры меня устраивает. Тут уж на самом деле дело привычки, так что судить вам. Третья проблема первой доты это перспектива. Если вы талантливый и сильный игрок, в первой доте особо высоких результатов вы добиться не сможете, так как на данном этапе первая дота не является максимально серьезной жесткой дисциплиной. Но это в принципе не сильно значит, что вы вообще ничего не добьетесь тут. Нет. Добиться чего-то это вы сможете, но не в таких огромных количествах, как могли бы добиться в доте 2. Во второй доте постоянно проводятся различные турниры с огромным призовым фондом. Плюс, если вы отличный игрок, то вас могут заметить и пригласить в какую-либо из серьезных команд. В общем, перспектив намного больше, нежели чем в первой доте. Лично для меня данная проблема никак не обозначена, ибо я не стремлюсь куда-то апаться и быть киберкотлетой. Четыре года назад я ушел с доте 2, когда мой ММР составлял 5,5к. Ну, это примерно где-то было 2900 место по миру. Но если по чесноку, то моего уровня познания, я считаю, не хватает для того, чтобы добиться чего-то большего. Поэтому я и не беспокоюсь на эту тему. Но если вы сил уби, то дерзайте. Четвертая проблема – это ухудшение онлайна в первой доте и два лагеря. Это 83-й патч и 85-й. Если раньше игры собирались очень быстро, и средней онлайн-платформы был 40-50к человек, а то и больше, то сейчас он составляет по вечерам около 10-16 тысяч. В целом, для меня проблем найти игру нет. Но если вы играете на более высоких рангах, то тут приходится подождать. Во второй доте же онлайн на пиках на данный момент составляет 700 тысяч игроков, что говорит само за себя. Касаемо двух лагерей на платформе iCup, то тут игроки делятся на два типа. Игроки 83-го патча и 85-го. Что также косвенно бьет по онлайну, так как некоторые игроки наотрез не хотят играть либо 83-ю, либо 85-ю карту. Я, например, не люблю 83-ю карту, поэтому поиск игры с 85-й карты становится небольшой проблемой. Многие игроки не признают 85-ю. Мол, она сырая и недостаточно олдовая, плюс есть куча багов. Но если посмотреть на 83-ю, так там та же самая куча различных багов и кривых механик. Просто люди не хотят играть что-то новое, вот и играет 83-ю. Лично мне намного больше нравится 85-я карта по стилю, так как я сам по себе игрок такой, ну, который любит активную игру, с кучей гангов и прочими всякими моментами, нежели чем 83-я фарм карта. Что касаемо Доты 2, тут все стабильно. Одна карта, которая со временем меняется в ходе апдейтов и выхода новых патчей, что способствует укреплению и стабильности игры. И нет разделения на два лагеря олдов и олдов с влечением на небольшие изменения. Но и крайняя проблема, которая заставляет задуматься о переходе, это, конечно же, графика. Да-да, именно графика. Если о механике мы замолвили словечко, то о графике мы промолчали. Графика Доты 1 и Доты 2 имеют колоссальные различия. Для кого-то Дота 2 имеет отвратительную графику, похожую на мультик, а для кого-то Дота 1 является пикселем. Но давайте будем честны, все мы люди и нам свойственно адаптироваться ко всему. Это лишь дело привычки. Что касаемо моего мнения, лично для меня обе графики хороши. Первая Дота хороша своей топорностью. Что-то вот в ней есть все-таки. Видимо, это идет глубоко из детства. А в Доте 2 же нравится проработка текстур и отличие многих эффектов своей уникальностью и проработкой. Вот, например, сравните эти два эффекта. Ну оба хороши, ну посмотрите, не так ли? Ну реально, ооо, вообще, смотрите, как хорошо выглядит. Если вам хочется смотреть на прекрасное, то в Доте 2 это сделать намного проще, нежели чем в Доте 1. Ну, думать все-таки вам, друзья. А вы задумывались о переходе с одной игры в другую? Напишите свое мнение в комментариях. На этом, друзья, мое видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поставьте лайк и, если не подписаны, подписывайтесь на канал. Залетайте каждый вечер на стримы по Д1 в 19 по МСХ. Буду рад всем. Также не забывайте о большом количестве видео на канале. Видео есть с ответами на каждый вопрос. Вроде ничего не забыл. На этом все, друзья. С вами был Ксеназос и до скорого. Кстати, если я сделал это видео, это не значит, что я ухожу в Д2. Да, я также двигаю Д1. Но, я думаю, добавить и Д2. Так что, друзья, напишите мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!